В ралли-рейдах принцип главная не победа, а участие можно считать слоганом этой дисциплины автоспорта. Ведь изнурительные гонки по жесткому бездорожью дарят участникам в первую очередь ценнейший опыт, который лишь со временем начинает приносить свои плоды, успешные финиши и призовые места. Вот и заводская команда Lada Sport Rosneft, отправляя на старт марафона «Шелковый путь» рейдовую Ниву, главной своей задачей ставила накопление опыта. У нас есть финиш всех этапов и финиш общей гонки. И меня это настолько радует, учитывая, что мы полгода назад еще даже не знали, что будем выступать на этом мероприятии. Люди готовятся к марафонам за год, за два, за три. Впрочем, определенного успеха, несмотря на отсутствие опыта и скороспелую подготовку, команде добиться удалось. В категории стандартных внедорожников дуэт Ворона-Загороднюк, преодолев около трех тысяч боевых километров, сумел показать четвертый результат. Мы, в общем-то, все сделали в очень сжатые сроки и проехали большую часть гонок без проблем, поэтому для меня это четвертое место и финиш здесь – это равносильно победе. Команда Lada Sport Rosneft отработала, Нива отработала, штурман молодец, я, надеюсь, тоже как бы не подкачал. И действительно, в самом начале гонки Воронов упустил много времени из-за детских болезней спортивной Нивы. Настолько, что последующая серия разгромных побед, шесть из десяти спецучастков, не помогла дотянуться до первой тройки. Машина, после того, как она нам показала свои, не слабые части, наверное, а те места, которые нужно четко контролировать, да, мы их приняли, сделали сразу, работали ошибками, и дальше мы ехали большое количество дней вообще без проблем, поэтому Нива наша справилась, я считаю, лучше всех остальных, ну, потому что мы всегда ехали на исправной машине. Шесть выигранных спецучастков за гонку – это дорогого стоит, и мы с Дмитрием показали, на что мы способны, и показали, что автомобиль действительно конкурентно способен в нашем классе, можно выигрывать гонки. Кстати, эффектный камбэк культового внедорожника на гоночной трассе случился в год 45-летия Нивы. Хорошо то, что в этом году такое решение было принято в год 45-летия Нивы, в юбилейный год. Я считаю, что это лучший подарок от «Лады Спорт», от «Лады», от «Роснефти» всем «Нивоводам» страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!